Проблемы с осанкой и боли в спине. Цель сегодняшнего урока – показать, как йога может помочь улучшить осанку, снизить напряжение в спине и поддержать женское здоровье в целом. Дорогие мои, сегодня я вам прям дам конкретные упражнения, три упражнения для осанки. И осанка, я расскажу сейчас, как осанка и йога влияют на наш гормональный фон. Вы удивитесь, но от осанки очень сильно зависит продуцирование гормонов. Обязательно оставайтесь до конца, будем делать с вами упражнения и узнавать много полезного о женском гормональном здоровье. Многие женщины, к сожалению, проводят большую часть дня сидя, сидя на работе за компьютером или дома, что приводит к гипотонии. Что это такое? Это снижение тонуса мышц. Это также приводит к нарушению кровообращения, конечно, застойным явлением в нижней части тела и влияет на репродуктивную систему. Когда мышцы ослабевают, особенно в области спины и таза, ухудшается осанка, начинает болеть спина, начинаются проблемы с органами малого таза. Сидящий образ жизни равно задержка жидкости, равно отеки, равно нарушение кровообращения, обострение женских заболеваний. Нам этого не нужно. Я думаю, вы понимаете. Как правильная осанка и йога влияют на здоровье женщин? Йога помогает восстановить нормальный мышечный тонус, улучшает гибкость, увеличивает приток крови к органам малого таза, улучшает циркуляцию крови и лимфы, а это ускоряет процесс регенерации клеток. И также мы укрепляем мышцы спины и таза во время йоги, а это правильно ставит органы на место. Конечно же, влияет на гормональное женское здоровье, потому что если наши органы зажаты, если там плохое кровообращение, невозможно яичникам, например, продуцировать половые гормоны. Но никак. Нам нужно, чтобы здесь было нормальное кровообращение, чтобы ничего не было зажато-пережато. Поэтому йога, особенно йога с прицелом на осанку, на правильное положение таза, груди и головы, влияет, конечно же, на состояние нашего женского гормонального здоровья. Первое — это кошка-корова. Это асана улучшает гибкость в позвоночнике, помогает растянуть позвоночник, снять напряжение в области поясницы. Это даже не асана, это такая динамическая связка. Конечно же, это очень важно для женщин, которые проводят многое в положении сидя. Сейчас будем осваивать эту динамическую связку. Вставайте со мной на коврик, становимся на четвереньки, ладони под плечами, колени под бедрами. Скажу вам честно, если я ничего вдруг не успеваю, вдруг у меня не получилось делать практику, я встаю на коврик и делаю хотя бы кошку-королу. Это обязательно. Со вдохом от копчика до макушки медленно-медленно. Сначала низ спины, затем крестец, прогибаемся, затем поясница, затем грудной отдел и шейный отдел. Но не заламываем вот так вот шею. Шея — продолжение позвоночника. Это вдох. А с выдохом от копчика до макушки опять. От копчика. Не разом все тело другое, а сначала копчик, крестец, поясница, нижняя часть спины, средняя часть спины. И грудной отдел. Выдох здесь. Руками отталкиваемся от коврика. Разводим лопатки. Живот в себя. Толкаем коврик сильнее, как будто хотим взлететь. И повторяем еще. Вдох. От копчика до макушки. Позвонок за позвонком. Очень важно. Медленно-медленно. Прогиб. Выдох. От копчика до макушки. Скругление. Мы еще раз с вами сделаем. Если вам хочется больше, поставьте видео на паузу. Сделайте побольше. Сделайте шесть раз. Вдох. Выдох. Так как эта поза задействует область шеи, то мы массируем мягко область щитовидной железы. И опять же мы влияем на продуцирование гормонов щитовидной железы. А еще, когда мы двигаемся вот в данном сегменте, то есть в области живота, мы улучшаем кровообращение в области не только малого таза, но и в области кишечника. Улучшаем желчный отток, что очень-очень важно для гормонального баланса. То есть мы сейчас занимаемся не только осанкой, не только позвоночником, но и органами, которые помогают выводить отработанные гормоны, что очень-очень важно. Следующее упражнение, которое я хочу вам дать, это боковая планка. Это тоже из йоги, не из пилатеса. Пилатес придуман не так давно, и все оттуда взято из йоги. Мы ложимся как будто на бок, приземляемся вот так на бок. И я вам сейчас покажу сначала самую простую позу. Это нижняя нога согнута. Такую планку может выполнить каждая женщина. Даже через два месяца после родов уже я даю своим подопечным эту позу. Рука, правое колено и левая стопа на одной линии. На одной. Если вам вдруг не удастся выполнить эту позу, вы уходите на предплечье. Делайте так. Мы с выдохом поднимаем таз вверх. Выдох, живот к позвоночнику. Задержка. И вдох, опускаем. Я показываю второй вариант. Первый, самый легкий, показала. Выдох. Мы рукой толкаем коврик туда, в сторону. Поднимаем себя вверх, живот к позвоночнику. Выше, выше таз. А вдох, опускаем. Не вот так сильно. Отталкиваемся рукой. Если вам это легко, меняем ноги. Нижняя выплюна, верхняя согнута. С выдохом. Вверх. Выше, выше, выше таз. Живот к позвоночнику. Вдох. Медленно вниз. Если вам это легко, то, пожалуйста, йога не имеет никаких ограничений. Для любого уровня. Выдох. Обе ноги прямые. Поднимем вверх. Таз. Вдох. Медленно опустили. Повторите это три раза. На одну сторону. И обязательно на другую. Точно так же повторю. Пожалуйста. Самый простой вариант. Предплечье. Колено. Нижнее согнуто. Верхнее выпрямлено. Выдох. Вверх. Усложненный вариант. На руке. Выдох. Вверх. И еще сложнее. Меняем ногу. Выдох. Вверх. И еще сложнее. Обе ноги прямые. Боковые планки. Они должны быть в жизни каждой женщины. Особенно после 30. Йога это не растяжка. Йога это не только кошка-корова, потянулись вперед, бабочка. Нет. Йога это силовая практика. А еще моя йога. Но это, можно сказать, даже не йога. Это система корсет. Это обязательно упражнение с весами. У меня здесь очень много гантелей. Могу вам продемонстрировать. От 1 килограмма и до 5. И утяжелители. То есть, хоть наша онлайн-школа и называется йоги, онлайн-школа йоги, мы даем не только йогу. Это специальная адаптированная система для женского гормонального баланса и для осанки, для укрепления всех мышц тела. Невозможно построить идеальное, красивое, подтянутое, сильное тело с правильной осанкой. Без силовых упражнений. Начать вам нужно именно с боковых планок. Почему? Потому что боковая планка укрепляет корсет, укрепляет, укрепляет мышцы тазово-дна. Если вы особенно на выдохе подтягиваете живот, укрепляет мышцы живота, мышцы спины, боковые мышцы, мышцы рук. Очень-очень важно это, чтобы было все крепким и при этом не повышает внутрибрюшного давления. Овышение внутрибрюшного давления – это как раз очень плохо для женского здоровья, потому что мы как бы выдавливаем органы вниз. Возьмите на заметку вот эту боковую планку. Делайте каждый день 6 на одну сторону, 6 на другую. Растяжка спины также очень важна для гормонального баланса. Регулярная растяжка также важна как укрепление мышц вокруг позвоночника. Во время растяжки балансируем также нервную систему. Сейчас вам покажу две важные асаны, которые должна знать каждая женщина для растяжки, вытяжения позвоночника и увеличения расстояния между позвонками. Мы садимся на колени, разводим колени пошире. И вот таким движением скользящим тянемся вперед за руками, опускаем лоб на коврик, тянемся вперед за руками, назад за тазом. И здесь дышим три цикла дыхания. Полное йоговское дыхание. Вдох, наполняем себя снизу вверх. Выдох, опустошаем. Еще вдох. Здесь сейчас мы увеличиваем расстояние между позвонками. Выдох. И последний вдох, выдох. Растягиваем мышцы спины. Это профилактика протрузии и грыж. А затем коленки вместе. Вдох, выдох. Руки вправо. Чувствуем вытяжение больше слева. Здесь один вдох. Вдох в левый бок. Попробуйте вдохнуть в левые ребра, в левый бок. Выдох. Вдох по центру. Выдох. Руки влево. Здесь опять тянемся как можно дальше за руками. Здесь вдох в правый бок, в правые ребра. Вдох. Вдох. И выдох. И сейчас вдох по центру. Круглой спиной выходим на четвереньки. Вдох. И поза собака мордой вниз. Подкручиваем. Стопы. Вдох. Выдох. Собака мордой вниз. Руками отталкиваемся от коврика. Колени присогнуты. Шея вытянута. Здесь попереминайтесь ноги на ногу. То есть мы сгибаем то одно колено, то другое. Пяточкой тянемся вниз. Руками толкаем коврик сильнее. Здесь очень хорошее вытяжение. Вытяжение не только позвоночника. То есть это полезно не только для осанки. Но и вытяжение задней поверхности ног. Что важно для здоровья поясницы. Вот так можно переминаться. А затем опять уйти на колени. И круглой-круглой спиной. Последнюю очередь голова. Сесть ровно. Прокрутив плечи. Пожалуйста, напишите ваши ощущения. Напишите, получилось ли у вас. Не нужно себя ругать, если у вас, например, пятки не опускаются в собаке. Не нужно говорить, ой, йога не для меня. Это для растянутых людей. Все наоборот. Если у вас плохо с растяжкой, вам нужно делать больше растяжки. Если у вас плохо с планками, вам нужно делать больше планок. Нужно заниматься тем, что дается плохо. Это логично. Эти простые позы лишь начало. Если у вас лишний вес, и он никак не уходит, отеки, торчит живот, вздувается. Гормональные проблемы, может быть, с щитовидной железой, с циклом, может быть, ранняя менопауза, полипы, болит спина. Если вам нужна система гормональной йоги, то вам нужна система гормональной йоги, что это, как работает. И даже конкретные упражнения я даю на бесплатном уроке к отстроенности. Ссылку на урок я оставлю ниже. Приходите и забирайте также подарок. Рецепт натурального крема для красивого животика и от целлюлита. Я пользуюсь сама этим кремом и вам дам тоже рецепт. Если сейчас вам сложно, даются какие-то упражнения, какие-то растяжки и даже боковая планка, у вас всё получится. Нужна регулярная практика. Регулярность практики — это залог здоровья. Мне иногда говорят, вот это не для меня, мне уже, я уже дама возрастная, мне уже 45. Я смотрю и думаю, 45, как будто бы 85, честное слово. 45 — у некоторых людей жизнь только начинается. Вообще, каждая женщина должна уметь делать планку, спокойно делать какие-то упражнения простые. Если у вас сейчас это не получается, значит, вам нужно начать собой заниматься. Вот и всё. В современном мире женщины 85 выглядят иногда настолько шикарно. И меня вдохновляют, что просто грех говорить, что 45 — я дама возрастная. Пожалуйста, не говорите так, ни 45, ни 50. Можно и выглядеть прекрасно, и чувствовать себя прекрасно. И ничего не должно болеть в этом возрасте, и не должно быть ощущение, что я уже ничего не могу. Вы всё сможете. Нужно регулярно просто практиковать. И для этого существует, например, моя онлайн-школа йоги, в которой мы даём простые инструменты. Мы начинаем с малого. Первые упражнения, они такие простые, они доступны каждой. Но уже через неделю женщины делают намного больше, а через месяц они не узнают себя в зеркале, и они могут выполнять те упражнения, которые они должны выполнять в своём возрасте. И это всё приходит постепенно. Так что всё получится. Пишите, пожалуйста, свои ощущения от сегодняшних упражнений. Пишите свои вопросы, возможно, в комментариях. Я отвечаю каждой. И до встречи в других выпусках.